ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Нас Бог посетил в один день двумя хорами. Слава нашему Господу! И слушая их пение и участвуя вместе с ними в пении, как может не умиляться наше сердце, как у тех учеников, которые после воскресения Иисуса Христа, еще не зная, что Христос воскрес, шли по дороге. И Христос начал идти вместе с ними. Они Его не узнали, они беседовали с Ним. И когда зашли в дом, они Его пригласили с собой. Христос опять с ними беседовал, и когда преломил хлеб, они узнали, и Он стал невидим для них. Что они сказали друг другу? Не горело ли сердце наше? Когда Он изъяснял нам Писание? И как может не умиляться наше сердце, как я уже сказал, если мы слышим ту же благую весть об Иисусе Христе, умершем и воскресшем, о Его великой любви к нам, что Он совершил наше спасение и призыв славить этого Бога? Да еще и эта весть положена на ноты. Ей даны мелодия, ей даны ритм и такое прекрасное пение. Слава нашему Господу, дорогие друзья! И в репертуаре этого хора есть такой псалом «Дорогие минуты нам Бог даровал». Действительно, сегодня Бог даровал нам и на утреннем, и на вечернем служении «Дорогие минуты» мы увидели братьев, сестер, которых мы, может быть, давно не видели. И утром от имени всех тех гостей этого хора, которые нас посетили, служитель просил прощения, что давно не посещали нас. Мы не будем заставлять этот хор просить прощения, но мы выскажем нашу надежду, что они в скорости опять будут нас посещать. Да благословит их Господь! Я прочитаю местописание из 25 главы Матфея. Нет, не о десяти девах. Я прочитаю с 14 по 30 стихи. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, «Господин, пять талантов ты мне дал, вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел так же и получивший два таланта и сказал, «Господин, два таланта ты мне дал, вот другие два таланта, и я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший один талант и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я живу, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите в него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, Иисус возгласил, «Кто имеет уши слышать, да слышит». Знакомая всем нам история, знакомая притча об этом человеке, который в 14 стихе назван просто человеком, но когда мы читаем 19 стих, здесь написано, «По долгом времени приходит господин». Он был непростой человек, он был господин, который имел рабов. И, отлучаясь из дому, он поручил своим рабам и раздал им эти таланты, для того, чтобы они его употребили в труд, чтобы они эти таланты употребили в дело, и чтобы он, придя, получил эти таланты уже с прибылью. И мы видим, как поступил тот человек, тот раб, который получил пять талантов. Он употребил их в дело и приобрел другие пять талантов, и отдает господину уже не пять, а десять талантов. Тот, который получил два таланта, он их также употребил в дело, и он тоже еще приобрел и отдает господину с прибылью. Но тот, который получил один талант, он его закопал в землю, он скрыл серебро господина своего. И вот приходит господин и требует от них отчета. Мы рабы у нашего Господа. И Господь каждому дал по силе, по способностям какие-то таланты. Но придет время, Слово Божие говорит, всем нам надлежит свое время предстать перед судилище Христово. И наш господин, наш Господь, он скажет, дай отчет в своем действовании. Что ты сделал с теми талантами, которые я тебе дал? Мы видим, что тот, который больше получил, он их употребил и много принес прибыли господину. То господин ему сказал, что ты добрый и верный раб, войди в радость господина твоего. Другой тоже получил, немножко меньше, но тоже получил. И тоже употребил. И еще приобрел. И отдает господину, и тоже получил одобрительные слова в свой адрес. Но тот, который получил один талант, он не должен был ничего, никакой прибыли принести своему господину. Потому что он получил. Хотя один, но получил. И те рабы, которые принесли эти таланты с прибылью и дали добрый отчет господину своему, они говорили, господин, вот то, что ты дал, я еще приобрел, я тебе отдаю. Что отвечает этот человек, этот раб, который получил один талант? Говорит, я знал тебя, что ты человек жестокий. Вместо того, чтобы он, потрудившись, тоже принес какую-то прибыль, он начинает свою речь с обвинения господина. Я знал, что ты человек жестокий. Услышав эти слова, можно себе представить, как сердце господина повернулось к этому рабу. Я слышал, вернее, я знал, что ты человек жестокий. И говорит, что я свой талант скрыл в земле, вот тебе твое. То есть, то, что ты мне дал, вот получи свое, но моего ты не получишь. От меня ты не получишь ничего. Забирай свое и все на этом. Господин же его сказал ему, лукавый раб и ленивый. Совершенно противоположные слова услышал этот раб по сравнению с теми словами, которые услышали первый и второй раб. Что добрый и верный раб, войди в радость господина своего. Какая же участь этого раба? Господин ему объясняет, тебе надлежало отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. И говорит другим рабам, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А вот этого негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. И Иисус Христос говорил это не просто так, ну, чтобы занять время, но Он хотел, чтобы люди услышали, очень хорошо услышали эту притчу, запомнили и сделали вывод своей жизни. Потому что Он говорит, кто имеет уши слышать, да слышит, что я говорю. Он подчеркнул важность этой притчи. И мы, будучи рабами нашего Господа, мы не можем сказать, что Бог нам ничего не дал. Здесь приводятся эти примеры, что одному дал больше, другому чуть-чуть меньше, но дал. И еще одному, ну, можно сказать, совсем мало дал, но дал. И Он должен был употребить в дело то, что Ему было дано Господином. Но Он оказался не добрым и верным рабом, а лукавым рабом и ленивым рабом. Да, мы, слушая эту притчу, можем осудить этого раба. Да, действительно, он был лукавый, он оказался ленивым рабом, он не употребил в дело этот талант. Но осуждая его, может быть, не стоит его осуждать, а проверить самого себя. Я в своей жизни каким рабом являюсь у своего Господина? Или, может быть, я делаю вид, что мне Господин мой ничего не дал, а то, что Он дал, я где-то тайно закопал в землю, и делаю вид, что Он мне ничего не дал. Мы можем дать честный ответ сами себе, может быть, даже не отчитываясь перед кем-то. А если серьезно подойти к этому вопросу, то, может быть, нужно и перед служителем исповедоваться. Что я закопал свой талант, я никакого труда не совершаю в церкви. А что же мы должны делать? Как мы должны жить, как мы должны поступать в нашей жизни? И вообще, называясь верующими, называясь детьми Божьими, называясь святыми, какова наша обязанность? В первом послании Петра, во второй главе, написаны следующие слова. Я читаю с пятого стиха. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое». Для чего? Чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. И в девятом стихе написано, «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел». Смотрите, какие высокие титулы Бог присваивает нам. Что мы избранные люди, особые люди. Что мы царственное священство, непростые люди. Что мы народ святой, мы люди, взятые в удел Божий. И после слова «взятые в удел» не стоит точка. Если бы стояла точка, мы думали бы, ну вот, такие у нас высокие звания, мы можем гордиться этим. Вот, и, ну, просто для того, чтобы так называться. Но там не стоит точка, там стоит запятая. Для чего мы народ святой назван, для чего мы народ избранный, для чего мы взятые в удел. Дальше говорится. «Дабы возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет». Для того мы взятые в удел, для того мы царственное священство и род избранный, чтобы прославлять и возвещать его совершенство, который призвал нас из тьмы в чудный свой свет. А это наш Господь, это наш Спаситель, и за это слава нашему Господу. Вот для чего мы взяты в удел. Вот для чего мы имеем вот такие звания. Но Слово Божие нам говорит, что звание – это еще не все. Чтобы нам называться, и еще что? Быть детьми Божьими. Быть теми верными рабами, которые не закапывают свой талант, а которые употребляют его в дело ради того, чтобы или проповедью своею, или своим пением возвещать о Господе, что Он совершенный Бог. В Нем нет никакого недостатка, и Он есть мой Спаситель. Он, умирая на кресте, воскликнул перед своей смертью «Совершилось!» Совершенный Бог совершил все. Что Он совершил? Твое и мое спасение, за что слава нашему Господу. А что делаю я для Него в моей жизни? Действительно ли Он для меня драгоценный Господь? Так, как здесь написано. В шестом стихе. Что Он камень краеугольный, избранный, драгоценный. В седьмом стихе. Он для вас, верующих, драгоценность. Здесь несколько раз написано, что Он драгоценный, и Он есть драгоценность для нас. Так если Он для нас драгоценный, как мы можем не служить, не прославлять, не трудиться для нашего драгоценного Господа и Спасителя, который спас наши души от вечной погибели, который ведет нас по этой жизни, помогает нам, оберегает нас, подкрепляет нас и дает силы, если мы нуждаемся в Нем и просим, чтобы довести нас до той вечной цели, куда все мы стремимся. Псалом 91. Читаю с 13 по 16 стихи. «Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в Нем. Насажденные в доме Господнем». Это речь идет о нас. «Мы насажденные в доме Господнем. И те, которые насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. «Праведник цветет, как пальма», написано в 13 стихе выше. «Он возвышается подобно кедру на Ливане». Символически слово Божие говорит, что такие люди, они как кедры на Ливане, а кедр – это красивый, могучий и очень прочное, очень прочное дерево, красивое и могучее, уподобляет нас Господь. Если мы праведны, если мы служим Господу, и в доме Господнем мы не вянем, не просто так существуем, чтобы только нас видели, приходя иногда, но мы цветем, и мы радуемся и приносим плод нашему Господу. Они и в старости сочны и плодовиты. Да, мы сегодня видим перед нами наших друзей, которые нас посетили, и особенно для молодежи они все кажутся стариками, хотя они в душе молоды. Слава Господу! Здесь стоит вот этот союз и – они и в старости. И этот союз подразумевает еще что-то. Значит, они в молодости сочны и плодовиты, но они и в старости сочны и плодовиты. И они приносят плод. Да, действительно. Я вижу здесь тех друзей, которых я знаю с юности, которые трудились этим трудом, играли и прославляли Господа. Прошли десятки лет, и они это делают по сегодняшний день. Слава нашему Богу! Да благословит их Господь! Для чего они в старости сочны и плодовиты? И в юности тоже. Для чего? Чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Для того, чтобы мы не молчали, чтобы мы не сидели бездейственно, просто отсиживали часы собрания, но чтобы мы прославляли нашего Господа, возвещали, если не в проповеди, то в стихотворениях или в песнопениях, на музыкальных орудиях. Пение, сопровождаемое тем более музыкальным инструментом, оно имеет силу. Это не из скуки они занимаются этим делом. Это имеет определенную силу. Вспомните историю, записанную в книге царств. Когда на Саула находил злой дух, кого звали? Давида. Давида с чем? С гуслями. Гусли, я помню, с детства это назывался вот такой маленький сборник песнопений. Было написано «гусли». Но гусли – это музыкальный инструмент, струнный, большой такой музыкальный инструмент, который гуслисты садили, сложили на колени и играли на этих струнах двумя руками. В книге Библия есть отдельная книга, называется «Псалтырь». Ну, мы привыкли, так, «Псалтырь», ага, это Давида, псалмы там и так далее. Но «Псалтырь» – это тоже музыкальный инструмент и тоже струнный, подобный гуслям. И в Слове Божьем написано, что это благо – прославлять Бога на псалтыре и гуслях и воспевать Его славу. То когда Давид приходил, садился, начинал играть и петь, что делал злой дух? Уходил. Значит, пение и сопровождение пения музыкальными орудиями во славу Господа, оно имеет определенную силу и власть даже над злыми духами. Слава нашему Господу! Это непростое действие. Это не просто хобби какое-то для развлечения. Тем более, что апостол Павел пишет нам в послании к Арифинам «Служите Господу без развлечения». Это есть важное служение. Это есть важный труд для славы Господа и для назидания Церкви. Есть такой псалом – «Труд в жизни для Христа радостно свершай». Время в жизни ты всегда проводи в труде. Трудись для Иисуса. И если мы трудимся – хорошо делаем. А может быть, в другом псалме задается вопрос к нам «Или вы способны собирать лишь плоды мирского утешения? А кто же будет Божью не ужать, собирать плоды Его спасения?» То есть задается вопрос «Совершаем ли мы труд для Царствия Божьего? Для назидания Церкви? Для спасения людей? Я думаю, что вы тоже знаете случаи или слышали, что души каялись, может быть, не от проповеди, хотя основной удар, основная надежда на покаяние, что будет покаяние в народе, мы как бы возлагаем на проповеди. Но есть люди, сердец которых Господь касался через песнопение, и они каялись. Слава нашему Господу! Это важное служение. Это важное служение. И хор – это, как служитель в Церкви, это большой проповедник Церкви. Есть еще псалом, в котором есть такие слова «Как я могу от хвалы умолчать?» То есть, «Как я могу удержать свои уста от хвалы, чтобы не прославить Господа?» И в этом же 91-м псалме первые стихи гласят так. «Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи на десятиструнном и псалтыри с песнью на гуслях». Благо есть славить Господа! Можешь еще и на музыкальных инструментах трудиться, трудись. Можешь петь – пой. Иногда можно услышать, «Да, у меня нет голоса, я не могу петь». Как нет голоса? Это неправда. Если ты разговариваешь, у тебя есть голос. Если бы не было голоса, ты бы каким-то другим способом общался с людьми. Голос есть. Некоторые говорят, «У меня нет слуха». Так это регент определит, есть у тебя слух или нет. А ты приди на спевку, и регент скажет, «Можно тебе петь хория?» Или, может быть, действительно что-то не получается. В послании к римлянам, в 12 главе, 11 стих, говорит так. «В усердии не ослабевайте, Господу служите и духом пламенейте». И когда действительно наш дух будет пламенеть, зажигаясь от пламени Духа Святого, то мы не будем ослабевать в усердии. Мы будем Господу служить. Мы будем Господа славить. Послание к евреям, в 13 главе, 15 стих, говорит так. «Итак будем через Него, то есть через Господа Иисуса Христа, непрестанно приносить Богу Отцу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Мы читаем Библию. И в те времена священники, например, возьмем случай с Ильей. Илья взял камни, сложил жертвенник, положил дрова, положил жертву, возвал к Богу, и с неба не спал огонь, и пожрал и жертву, и дрова, и камень, и воду, которую туда налили. Слава Господу! Когда Илья перед этим говорил народу, «Ну вы изберите, кому служить. Если ваал есть Бог, то служите Ему, а если Господь есть Бог, то служите Ему, служите Господу». Что тогда отвечал народ? Ничего. Они молчали. Но когда огонь сошел с неба и пожрал и жертву, и жертвенник, Илья задавал вопрос народу? Нет. А что сделал народ? Упали и кричат, «Господь есть Бог, Господь есть Бог, потому что совершилась жертва». Да, вы скажете, сейчас мы не приносим кровные жертвы, нам не нужны камни здесь, чтобы сооружать жертвенник. Но что говорит нам Слово Божье? Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы. Плод наших уст, прославляющих имя Господнее, вот это и есть та жертва, которую мы можем приносить Господу на всяком месте, и Господь ждет от нас этих жертв, и Ему приятны эти жертвы. Да поможет нам в этом Господь. Я говорю эти слова для того, чтобы ободрить и наших друзей, посетивших нас, пусть их Бог благословит в дальнейшем служении. Я говорю это и для того, чтобы и в нашей поместной церкви те души, которые, может быть, были в хоре и перестали посещать, чтобы они нашли возможность вернуться в хоры и в мужской, и в общий. И те, которые, может быть, ни разу не были, но что-то затронуло, может быть, их сердце сегодня, и они придут. И почему-то я верю, что завтра в понедельник в 7 часов вечера на третьем этаже, где соберется братский хор, там будут те братья, которых не было в прошлый раз. Я верю, что в четверг, когда вот здесь в 7 часов вечера соберется основной хор, придут и братья, и сестры, которых, может быть, их не было до сих пор. Потому что время взыскать Господа, чтобы мы не оказались в числе тех людей, которые уподобляются бесплодной смоковнице. Господин говорит, я 3 года прихожу, ищу плода на этой смоковнице, а ее нету. Нету на ней плода. Сруби ее, чтобы она здесь не занимала напрасно место. Ну, а труженик в этом саду, в этом винограднике говорит, господин, ну помилуй еще на 1 год. Ну, потерпи еще. Я сделаю еще все, что я могу сделать для этой смоковницы. Может быть, она принесет плод. Не срубай ее. Может быть, Божий приговор над кем-то за бесплодие срубить. Но Иисус Христос есть наш ходатай. Слава Ему! Он ходатайствует за каждого из нас, за каждого, приходящего к Нему с верой и покаянием, за каждого, который хочет трудиться, хочет служить Ему. Говорит Отец Небесный, потерпи. Я еще проговорю к этому сердцу, и, может быть, он будет трудиться. Может быть, она будет славить Господа. Найдет возможность для этого. Пусть Господь нам в этом поможет. Пусть Господь нас в этом благословит, чтобы мы не оказались бесплодными. Но чтобы мы усердие не ослабевали, духом пламенели, и Господу служили. Если дух внутри пламенеет, ты не сможешь удержать уста, чтобы не славить Господа. Да, мы поем все в общем собрании общее пение. Но Господь, я думаю, что не очень одобрительно смотрит на то, что в церкви, в которой 600 или 700 членов такие малочисленные хоры. Да поможет нам Господь, да благословит нас Господь, чтобы мы трудились и в конце нашей земной жизни, в конце нашего труда, чтобы мы услышали такие слова. Войди в радость Господина Твоего, добрый и верный раб. Войди сюда ко мне и царствуй со мною во веки веков в великой радости. Слава за все Господу. Аминь. Молимся? Или поем? Салом. Салом.